Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист. Я работаю визажистом уже 26 лет, и на своём канале я рассказываю про искусство красоты, как с помощью макияжа можно красиво подчеркнуть своё прекрасное лицо. Причём в любом возрасте, даже если вам 120 лет. И сегодня хотелось бы поговорить про принятие себя. Итак, сейчас об этом все говорят, что надо себя принимать. Ну и вот как себя принять? Вот мы смотрим в зеркало, у нас появляются возрастные изменения. И что сказать? Боже мой, я так рада, что у меня появилась новая морщина? Конечно же нет. Но бывает так, что как раз женщины, которые, например, не знают каких-то нюансов, как что можно сделать, думают, что это уже невозможно. И наверняка вот она там сидит, говорит, что вся переделанная, вся там на пластике, на ботоксе и так далее. И есть такое ощущение, что у неё, может быть, есть такая возможность она делать, поэтому хорошо выглядит, а у меня такой возможности нету, поэтому ну что же делать? Вот так вот. И в итоге ничего не делают. Ну потому что такая философия просто. А на самом деле, как раз, когда мы говорим про принятие себя, это принимать свои изменения и относиться к ним так, что не то, что ну да, я поправилась, а что? А сделать хотя бы что-нибудь маленькое для того, чтобы, например, там, не знаю, или удержать этот вес, или, если это необходимо, убрать пару килограмм. И это касается абсолютно всего, да, например. Ну вот у меня такие волосы, а что сделаешь? А надо сделать что-то, поменять, может быть, шампунь, может быть, сделать другую стрижку, посмотреть, как можно сделать волосы более густыми, может быть, купить какое-то средство для роста волос и так далее. То есть в большей степени от незнания опускаются руки, есть вот это глубокое разочарование, что моё время прошло, любимая фраза, ну а что нам уже? Наше время прошло. Я люблю говорить, что наше время, девушки, пока мы живы, это наше время. Поэтому заниматься собой, это нужно вести как ритуал. У вас же есть определённые ритуалы. Вы что делаете? Вы зубы чистите, да? Вы там готовите завтра для семьи, да? Вы там вот делаете какие-то вещи изо дня в день, или там периодически, и это для вас уже норма. И из-за того, что вы каждый день там как-то поддерживаете порядок, например, в своей квартире, у вас чистая квартира. Так что касается нашей внешности, понятно, что некоторые вещи мы изменить не можем. Например, если у вас рост 160, но не будете вы 180, с этим надо смириться. То есть я никогда не буду моделью «всё, я маленького роста». Поэтому можно отнестись именно к некоторым вещам просто спокойнее, потому что у вас есть наверняка какой-то другой бонус, другой плюс. И самое ужасное, что как раз в основном мы эти свои огромные бонусы, возможно, о которых мечтают многие из вашего окружения, а мы их просто игнорируем и фокус мы держим только на недостатках. Что в итоге получается? У меня нос такой, у меня кожа сакая, тут у меня морщина, и всё, я размякла, и поэтому больше ничего делать не буду. Вот в этом и ошибка. Как раз начиная с элементарных вещей, если ввести в какой-то ритуал определенные вещи, они будут давать результат. Поэтому принятие – это, например, у меня появился лишний килограмм. Что делать? Можно такое, да и ладно, и дальше кушать, да? Или так, у меня появился килограмм. Значит, наверное, надо пересмотреть и, допустим, вечером там исключить вот этот-то продукт. Не буду пить чаёк с конфеткой, конфетку съем с утра и так далее. То есть это вот эти маленькие шаги, это и есть принятие. То есть не в омут с головой садиться там на жёсткую диету, а потихоньку, ой, что-то тут заскрипело, наверное, пора заняться спортом или сходить к массажисту и выяснить, что же там. И вот так вот шаг за шагом вы потихонечку начинаете действовать. То есть не запускать процесс, а то, что у нас меняется, а мы не молодеем, а наоборот. Поэтому, естественно, с каждым годом, а может быть и месяцем, появляется какая-то новая ерунда, с которой нужно как-то жить или постараться её хотя бы минимизировать. Так вот, что касается нашей внешности, есть определённые у вас ритуалы, которые вы делали всю жизнь. И вот тут кожа теперь на все эти ваши ритуалы, например, не откликается. Оказывается, если вы умывались мылом на протяжении 40 лет, и сейчас хотите, чтобы у вас кожа была хорошая, и ищите крем, который вам поможет, купили крем, а он не помогает, так вот тут как раз проблема, что, возможно, вам нужно перестаться умываться мылом. То есть есть некоторые такие вещи, которые вы раньше делали, и пока хорошая генетика, вы реально это, ну скажем так, выносили, точнее, ваша кожа, ваше тело. И те нагрузки, и то питание, которое было раньше, ну было всё норм, я ела как слон, вообще меня называли китом, а сейчас попробую съесть чуть больше, это всё отражается. Так вот, нужно пересмотреть свои привычки потихоньку, потому что был определённый ритуал, который вы делаете до сих пор, и сейчас он ломается. Вы как бы новая, появляется что-то новое, поэтому нужно вводить новые привычки. Таким образом, вы не запускаете себя, и вот это вот принятие своих изменений и быстрое реагирование, пересмотр или питания, или спорта, или образа жизни, и я не говорю кардинально, но хотя бы какие-то небольшие шаги, в конце концов, они приводят к тому, что у вас не будет очень сильных изменений, соответственно, разочарования, депрессии и так далее. Поэтому есть вещи, которыми реально смириться тяжело, но при этом нужно переключить фокус внимания. Если мы будем постоянно зацикливаться, например, на том, что у меня там маленькие глаза, и при этом не замечать, что замечательные красивые губы, и всю жизнь страдать и рисовать их, но не подчёркивать красоту губ, от этого мы становимся несчастными, понимаете? И можно из своего окружения, близких вам людей, просто у них спросить, дорогие мои близкие, вот в чём я красивая? И вам скажут, у тебя вот это красиво, а у тебя вот это. А спросите супруга, за что он там вас полюбил, и что ему понравилось в вашей внешности. И вот когда перенастраиваем фокус внимания, то и работать с какими-то своими недостатками, внешностями, я имею в виду, будет значительно проще. Поэтому вот, конечно, глядя, например, на других женщин, которые кардинально отличаются от вас, и при этом они красивые, очень тяжело, глядя на себя в зеркало, я не говорю, что это для всех, но просто бывает так, что вы увидели какую-то блондинку, а вы брюнетка, и как, да, вот она красивая. Это вот часто бывает как раз ещё именно из-за того, что мы не знаем своих плюсов, мы не знаем себя и свою красоту. Особенно это касается девушек славянской внешности, которые себя называют серыми мышками. Ой, это вообще моя любимая. И они думают, что для того, чтобы быть яркими, нужно или волосы в чёрный покрасить, или в белый, при этом чтобы волосы были убитые, но зато они белые. И думают, что вот и раз она стала блондинкой, она стала красивой. Нет. Знакомьтесь, это крем-сыворотка Жак Скин. Это сыворотка, которая даёт как раз эффект мгновенный, и в то же время вот через месяц вы увидите, насколько меняется ваша кожа и лица, и шея. Вот этот эффект лифтинга, который мы все ждём, он становится очень даже ощутимый. Сыворотка состоит из трёх компонентов. Каждый из них проверен и выполняет свою важную функцию. Первый – это U-Active PC, это трипептид. Его в составе сыворотки 5%. Ровно столько, чтобы разгладить нашу кожу, убрать морщины и сделать её более эластичной. Молекула U-Active самая маленькая из всех похожих ингредиентов, поэтому она попадает в глубину кожи при нанесении. Наши технологи адаптировали её к средней полосе, к климату, к количеству солнца, и кожа под воздействием этого ингредиента начинает активно вырабатывать свой собственный коллаген. Масло ШИ – это второй компонент, это самый похожий компонент на липиды кожи. Масло ШИ увлажняет, усиливает защитные функции. Мы добавили 3% в состав, потому что именно такое количество показало результат в группе тестирования. Следующий компонент – это U-фермент. Это пробиотик. Его в составе 1,5%. Это иммунитет кожи. Естественная помощь, которая просто необходима для здоровья. Пробиотик в нашей сыворотке за 4 недели регулярного применения полностью восстанавливает здоровый баланс микроорганизмов кожи. Когда начнете использовать, через 2-3 дня, вы увидите, насколько у вас улучшается уже состояние кожи. Цвет лица становится более ровный, как будто бы есть чуть-чуть тональный крем. Усиливается тургер кожи, подтяжка, соответственно, благодаря этому. Через 4 недели вы увидите ощутимый, стойкий результат лифтинга. И это будет просто потрясающий эффект. Поэтому, как только вы начнете использовать, уже будет хороший результат. Ну и плюс, как я и говорила, очень важный момент, чтобы сохраниться на длительное время. Вся как раз фишка или уникальность каждой из нас в том, что мы не похожи друг на друга. И копирование друг друга, это только приводит к неудовлетворению. Потому что сделать копию, как кто-то, невозможно. Получается такая плохая копия. И жить в лице плохой копии тоже тяжело. Потому что вы можете не выдержать энергетику этого человека, которого вы копируете. У вас будет, соответственно, своя. И вот его внешность, и ваше внутреннее состояние, они могут, знаете, как бы не пожениться. И жить в чужом лице очень тяжело. Жить в чужом теле очень тяжело. Это постоянный титанический труд. Это не про расслабление. И как раз когда мы хотим выглядеть такими притягательными, сексуальными, так сексуальность – это как раз про свою удовлетворённость. Сексуальная женщина – это женщина, которая удовлетворена собой. И в ней сексуальность проявляется не в открытом декольте, короткой юбке, больших губах, а в первую очередь в её расслабленности и удовольствии от того, что она делает. Поэтому суть моего повествования заключается в том, чтобы каждая из вас нашла в себе свои прелести, в чём вы хороши, что есть у вас, чего нет у других. Не копировать до кого-то, а наоборот свои вот эти достоинства сделать более проявленными, как сейчас все говорят, да, новое слово. Проявить свои таланты, проявить свою красоту. Нужно понять, в чём она заключается и сделать в вашем образе так акценты, макияж, укладка, прическа, цвет волос, цвет одежды, которые будут ещё больше подчёркивать ваше достоинство. И есть такая теория цветоколорита, которая позволяет себя очень хорошо изучить, как раз чего нужно изучать, ну как себя изучать, ну что. Ну вот я знаю свой рост, я знаю свой вес. Ну да, я знаю там размеры, свои параметры. А дальше что? А дальше не знаю что. А дальше идёт знание своего цветоколорита. То есть какие у меня есть цветовые уже данные, и в чём их прелесть, в чём их сила. Понимаете? В этом заключается магия. В том, что когда вы изучаете свою фактуру, вы понимаете, как с ней работать, и вы подчёркиваете настолько изысканно, что все смотрят и говорят, я хочу как она. В этом заключается как раз искусство красоты. Поэтому, дорогие женщины, принимать себя проще через свои достоинства, а не просто я принимаю себя. Аффирмация, конечно, это здорово, но не всегда она работает. Поэтому вот тут нужно немножечко таким научным подходом. А в чём же я хороша? А какие же у меня цвета? А как же с этими цветами работать? Вот, поэтому если интересует вас, как можно раскрыть свой потенциал, самое, что интересно. Это очень важно, когда мы взрослеем. Потому что наша фактура становится более увядающая, и мы от этого тоже никуда не убежим. Но есть определённые вещи, которые могут сделать даже нашу увядающую фактуру вау, какой сочной и красивой. И это не про натянутость кожи, это про совокупность всего. Здесь и кожа, и макияж, и волосы, и одежда, всё имеет значение. Вот, поэтому, если вам очень интересно, приходите ко мне учиться. У меня в школе как раз мы очень подробно про это всё красоту изучаем со всех сторон. И тогда больше я себя начинаю понимать. Тогда не я как бы, а вы больше начинаете себя понимать и раскрываетесь. И от этого получаете кайф и удовольствие. И вот здесь наступает расслабление. Точно! Я же себя поняла. Я вот она какая! Поэтому теперь я использую вот этот цвет, вот эту помаду, вот этот цвет в одежде, вот эти украшения, потому что именно это меня украшает. А вот уже вот это меня не украсит, то, что у вас Жанночка, это вам хорошо, а у меня там другое. Вот, в этом вся фишка, что мы разные, и каждая по-своему прекрасна. Нужно знать свои таланты. Вот, тогда себя принимать значительно проще. Спасибо вам за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если хотите получить эти знания, которые помогают как раз, чем старше мы становимся выглядеть более раскрепощённо, опять же, это не про глубокое декольте, это про внутреннее состояние, когда мы просто хорошо себя знаем и знаем, в чём наша уникальность, прелесть и красота. Вот, спасибо вам за внимание и до новых встреч!